Здравствуйте! В эфире программа «Жизнь и дорога» и я ее ведущий Валерий Седов. Сегодня мы напомним сразу несколько актуальных тем по безопасности дорожного движения для школьников и их родителей. А также будет далеко полезной информацией для водителей, которым в этом году предстоит поменять водительские права. В госавтоинспекции регулярно проводится профилактический рейд под названием «Дети». Его задача – напомнить родителям, что детей важно привозить в детских удерживающих устройствах. Как правило, за один такой рейд выявляют до 10 нарушителей. Далее покажем, как такой рейд проводится и напомним основные правила. Документы в порядке, страховка на месте, детей в салоне нет. А вот если бы были, то сотрудник госавтоинспекции обратил бы на это внимание. Сегодня сотрудники госавтоинспекции проведут комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушения правил дорожного движения, связанных с перевозкой детей без специальных удерживающих устройств. Цель этих мероприятий – напомнить всем участникам дорожного движения о необходимости бережного отношения к юным пассажирам. Сотрудники госавтоинспекции проверят водителей на примет соблюдения правил перевозки детей пассажиров. Рейды проводят зачастую вблизи школ или на проезжей части в разных районах города. А вот на посту ДПС обращают внимание на нарушения в целом. Например, за весь рейд ни одной претензии к перевозке детей не предъявлено. Зато, например, остановили водителя без страховки. Штраф 800 рублей. А вот те, кто решил покатать ребенка без детского кресла, заплатят 3000. В 2022 году с участием детей пассажиров зарегистрировано 119 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 6 детей и подростков погибли и 136 получили травмы. В 2023 году с участием детей пассажиров зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 26 детей и подростков получили травмы. Погибших нет. Средняя цена детских кресел – 3,5 тысячи. Чуть больше, чем штраф. А их в этом году уже выписали больше тысячи. Сотрудники госавтоинспекции напомнили основные правила. Для детей младшего возраста, грудничков, используются такие детские удерживающие устройства, которые направляются головой по коду движения. В данной ситуации, если мы ставим так детские удерживающие устройства, подушки безопасности мы отключаем, чтобы они не сработали. Пристегивается это с помощью... Самое кресло крепится с помощью ремней безопасности, а ребенок прикрепляется уже ремнями, которые используются в детском устройстве. После того, как ребенок подрастает, используются уже детские удерживающие устройства такого плана. То есть они позволяют ребенку уже комфортно находиться в салоне автомобиля. Детское кресло также пристегивается стационарным ремнем безопасности, либо с использованием системы Isofix. И ребенок пристегивается также в кресле ремнями пятиточечными, которые предусмотрены в самом кресле. После того, как ребенок совсем уже становится взрослым, с 7 до 12 лет, используют такой вот бустер. Подбирается он, соответственно, по весу и росту ребенка. Самое главное – это то, чтобы стационарный ремень безопасности, который находится в автомобиле, проходил через плечо, грудь и пояс. С 7 до 12 лет использование согласно правилам дорожного движения можно использовать как детские удерживающие устройства, так и стационарные ремни безопасности. Главное, чтобы рост подходил для того, чтобы ремень проходился правильно и не был травмоопасен для самого ребенка. Также нужно следить за тем, чтобы ремень не был не перекручен, а полностью прилегал к телу ребенка. Правила перевозки детей не самые сложные. Однако меньше, чем за полгода их нарушило больше тысячи водителей. В госавтоинспекции говорят, что лучше один раз потратиться на кресло, чем расплатиться за обеспеченность либо деньгами, либо чем-то хуже. Есть в Рязани такая профилактическая акция, когда школьники вместе с советом отцов наносят на асфальт надписи в духе «Не смотри в телефон», «Посмотри налево», «Посмотри направо». Естественно, надписи от нее наносят не абы где, а прямо рядом с пешеходным переходом, чтобы забывчивые родители или школьники точно знали, что нужно на таких переходах делать. Пару взмахов баллончиком, словно кистью, и небольшая шпаргалка на асфальте готова. Теперь здесь четкое напоминание для пешеходов «Посмотри по сторонам». Нарисовано, кстати, специально на асфальте, чтобы школьники, уткнувшись в телефон, предостережение точно увидели. В областном центре стартовала профилактическая акция «Шпаргалка на дороге». Инспекторы госавтоинспекции совместно с ребятами из отряда юных инспекторов движения и представителями совета отцов школа номер 75 наносят профилактические надписи по соблюдению простых правил «Посмотри налево и направо, возьми ребенка за руку, внимание на дорогу, сними наушники». Это сделано для дополнительного привлечения внимания, в первую очередь, детей и подростков, которые направляются в школу. Казалось бы, мелочь, но в госавтоинспекции рассчитывают, что даже она сможет снизить статистику происшествий. За три месяца этого года в регионе произошло больше 30 ДТП с участием детей. Пострадал 41 ребенок. «Мы на нерегулируемых пешеходных переходах наносим информационную разметку. Цель данной акции – обратить внимание детей, взрослых к переходу через дорогу». При участии совета отцов акцию проводят в третий раз. Однако в госавтоинспекции она уже стала регулярной. Надписи наносят как возле школ, так и на нерегулируемых пешеходных переходах. В госавтоинспекции рассчитывают, что акцию проведут также во всех районах города. Помимо этого, кстати, со школьником проводят и профилактические беседы о правилах дорожного движения, чтобы точно запомнили. Наверное, у каждого школьника в дневнике есть безопасный маршрут под названием «Дом-школа-дом». Проходит он, как несложно догадаться, от места жительства до места учебы через регулируемые или нерегулируемые пешеходные переходы. Однако на этом пути ребятам порой помогают самые необычные помощники. О том, как правильно переходить дорогу по пешеходному переходу, знает, наверное, каждый. Но знать, к сожалению, не равно соблюдать. Нарушают родители, следом нарушают их дети. В общем, получается так, что эти самые правила мало кто соблюдает. Поэтому сотрудники госавтоинспекции стараются регулярно напоминать школьникам о безопасности дорожного движения. Поэтому проходит акция под названием «Безопасная дорога к школе». В этот раз прошла вблизи школы номер 73. Сегодня такая зебра дежурит возле 73-й школы. Здесь проходит акция под названием «Безопасная дорога к знаниям». Переход вблизи 73-й школы, если не опасный, то точно близок к этому. Так считают сами школьники. Казалось бы, три пешеходника – дорожные знаки. Но лихачат здесь и водители, и, как это ни странно, сами пешеходы. Здесь тройной переход на Большом перекрестке. И многие переходят не по зебре непосредственно, а, скажем так, по диагонали. То есть сами пешеходы нарушают правила дорожного движения. И зачастую водители автомобилей, которые выезжают из новостроек по улице Кольной, из проезда, не всегда пропускают пешеходов. Уже были такие инциденты, чуть ли не было наезд на пешеходов, особенно на детей. Вот здесь, вот в этом вот сложность нашего пешеходного перехода. Акция «Безопасная дорога к знаниям» профилактическая. Ее организовали совместно сотрудники госавтоинспекции и представители регионального отделения Всероссийского общественного движения «Отцы России». У каждого ученика в дневниках имеются безопасные маршруты от дома к школе. Но ими не пользуются как рекомендованными. И поэтому чаще используют маршруты, которые ближе, так скажем, к переходу возле их дома. Поэтому наша задача, в первую очередь, привлечь их внимание к данной проблеме. и сформировать правильные привычки к строгому соблюдению правил дорожного движения. На «Зебре» ребята привлекают внимание школьников и их родителей яркими плакатами с призывами «Переходи дорогу правильно», а водителей дорожным знаком «Стоп». Ученица же в ростовом костюме «Зебры» разъясняла младшим школьникам, как правильно вести себя на дороге. И вместе с сотрудниками полиции помогала пересекать проезжую часть. Данная акция проводится на регулярной основе. Постараемся возле каждого образовательного учреждения провести такие акции с теми же представителями совета отцов и при взаимодействии с отрядами юных мастеров движения. Потому что все-таки положительно это сказывается. И проводится и беседа с учащимися, которые нарушают правила непосредственно, переезжая, допустим, пешеходный переход на самокате, на велосипеде. Тут же на месте мы их останавливаем, разъясняем им правила дорожного движения и вручаем информационные буклеты, на которых, соответственно, и рассказывается, написано о том, какие правила нужно придерживаться, чтобы обезопасить себя на дороге. Особый контроль к тем, кто едет по асфальту на самокате или велосипеде. Сотрудники госавтоинспекции напоминают ребятам, что перед пешеходным переходом необходимо спешиться. Папы, в свою очередь, вели профилактические беседы с нарушителями, вручали информационные буклеты. Акцию «Безопасная дорога к знаниям» планируют провести у каждого учебного заведения. Получить водительское удостоверение не всегда просто. Для этого нужно отучиться, сдать экзамен теоретический, сдать экзамен практический, постараться сделать это с первого раза и после получить заветное водительское удостоверение. Срок его действия, напомним, 10 лет. Однако, в этом году действуют особые условия. В госавтоинспекции рассказали, какие. Сейчас заменить водительское удостоверение можно из дома, не посещая никакие дополнительные инстанции. Достаточно воспользоваться порталом госуслуги. Документов для этого нужно не так и много. Предоставить паспорт, предоставить водительское удостоверение и государственную пошлину об оплате за обмен водительского удостоверения в размере 2000. Если делать по сети, то принцип точно такой же. Водительское удостоверение, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, медицинская справка, установленного образца, плюс госпошлина. Но и с ней есть некоторые оговорки. Хотелось бы предупредить водителей, которые меняют водительское удостоверение по порталу государственных услуг. С наступившего Нового года скидка по порталу государственных услуг отменена, но портал продолжает работать, что повышает и уверенность, и качество оказания государственных услуг. Поэтому обращайтесь через портал, вы будете приходить к своему времени, тем самым не теряя личного времени и приходя к нам, не теряя время сотрудников. Замена водительского удостоверения происходит по истечению срока действия. Однако в апреле 2022 года российские власти дату продлили. Водительское удостоверение, срок которого истекает в промежутке между 1 января прошлого года и 31 декабря нынешнего, будут действительно еще три цикла. Водительское удостоверение, срок действия которых истекает в текущем году, будет продлен на три года. Поэтому нет необходимости торопиться и менять водительское удостоверение. Меняют водительское не только по истечению срока действия, но и если изменились личные данные самого водителя, его водительское удостоверение потеряно, либо похищено, документ поврежден или изношен, водитель получил новую категорию, у автовладельца изменилось состояние здоровья, то есть появились показания или противопоказания к вождению. При этом есть слух, что менять права нужно за полгода до того, как они утратят силу. Это мнение появилось не просто так. До весны 2017 года срок замены водительского удостоверения не регламентировался официальными документами. Тогда сотрудники госавтоинспекции рекомендовали обращаться за обменом за 6 месяцев до окончания срока действия прав. Но уже с марта того же года появился пункт Е в постановлении правительства номер 1097 о допуске к управлению транспортного средства. Этот пункт разрешал выдачу водительского удостоверения по цитата «волеизъявлению заявителя», то есть заменить водительское удостоверение можно в любое время до того, как закончится срок действия. Можно продлить права и по истечению срока действия. Штрафа за это нет. Он есть в том случае, если сесть за руль с удостоверением, у которого истек срок действия. Штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Это была программа «Жизнь и дорога». Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее.